всем привет и в этом видео мы хотим рассказать как можно проверить свой жесткий диск на наличие ошибок и проблем в работе также на наличие битых секторов обращаем внимание что эта инструкция подходит для обычных жестких дисков то есть не для твердотельных информацию о состоянии твердотельного диска как правило может показать утилита фирменная которая идет вместе с этим твердотельным диском или который можно скачать на сайте производителя а эта инструкция подходит для обычных жестких дисков которые в большинстве своем установлены в компьютерах ноутбуках или это например внешний съемный диск нашей официальной группе вконтакте в теме для бесплатной консультации нам часто задают вопросы а вот что делать у нас тормозит компьютер или тормозит ноутбук и чаще всего мы как один из вариантов рекомендуем проверить проверить жесткий диск в своем компьютере в ноутбуке этот видео урок как раз об этом и будет как это можно сделать многие наверное слышали о такой программе как виктория может быть кто-то ей даже уже пользовался но мы в данном видео уроке будем рассказывать о другой программе по сути она делает все то же самое но эта программа более современная так как виктория программа достаточно старая и уже давно не обновляется давно не выпускается поэтому но есть некоторые вопросы по ее совместимости с современными жесткими дисками а программа которую вам хотим порекомендовать называется hddscan ссылочку на нее вы сможете найти в описании к этому видео кроме проверки общего состояния своего жесткого диска и наличие битых секторов мы также вам можем рекомендовать проверить скорость его в принципе работы в это вам поможет наш другой видео урок ссылочку на него вы сейчас можете найти на своем экране а мы давайте переходить к скачиванию нашей программы для этого перейдем на официальный сайт на котором можно без проблем скачать эту программу как мы уже сказали ссылку на этот сайт мы оставим в описании к видео здесь на этой странице вверху есть кнопочка скачать а здесь на странице есть некоторые ее описание сани и функционала а также инструкция по работе с этой программой мы это не будем вообще все перечислять если хотите сами это все прочитаете мы давайте сразу скачаем программу и уже посмотрим непосредственно ее в работе к вам на компьютер скачивается небольшой архив запустим его распакуем те файлы которые находятся в архиве так откроем нашу папочку с распакованными файлами и для запуска программы запускаем hddscan вот этот файл запускается сама программа здесь вверху вы сразу можете выбрать тот жесткий диск который вы хотите проверять то есть те которые вас сейчас подключены к вашему компьютеру нашем случае это только один диск поэтому ничего здесь выбрать уже нельзя если здесь нажать на кнопочку smart то можно считать smart информацию о вашем диске и посмотреть о состоянии основных показателей вашего жесткого диска если вас зелененьким все обозначено значит все в порядке с каждым из показателей если имеется такой восклицательный знак значит на этот показатель стоит обратить внимание но еще ничего критичного если красные имеется значки и значит с этим показателем уже проблема в этом видео мы не будем рассказывать что обозначение каждый из этих атрибутов это довольно долго наш видеоролик будет слишком затянуть поэтому эту информацию вы уже сможете найти отдельно в интернете при желании то есть если атрибуты какие-то у вас проблемные то можете скопировать его название и поискать в интернете что это за атрибут и за что он отвечает в принципе если у вас здесь практически все зеленое но по крайней мере без красного то значит с общем состоянии вашего жесткого диска все в порядке но раньше времени радоваться не стоит так как кроме общего состояния жесткого диска нас еще интересует его поверхность нет ли на ней битых секторов которые может быть вообще не читаются кстати из-за этого компьютер может как сильно тормозить так в принципе зависать вот поэтому сейчас мы будем делать именно такое тестирование значит эту информацию мы закрываем для того чтобы запустить проверку поверхности жесткого диска необходимо нажать на эту круглую кнопочку также здесь есть некоторые пункты меню о которых вы можете прочитать в инструкции к программе на официальном сайте ну а мы кратко покажем как запустить непосредственно тест нажимаем вот сюда surface тест здесь указана модель нашего диска который мы будем проверять прошивка его серийный номер здесь мы можем указать с какого блока начинать чтение здесь мы можем указать на каком блоке закончить проверку и здесь мы можем указать размер блока по умолчанию у нас начинается с первого будет блока да и заканчиваться будет последним значит здесь можем выбрать методы проверки первый второй метод по сути чтение данных но и они отличаются между собой тем что будет ли данные передаваться буфер программы или не будут по сути принципиальной разницы нету третий пункт где написано и рейс здесь обращаем ваше внимание что если вы выберете этот пункт и запустите этот тест то вся информация на вашем жестком диске будет безвозвратно удалена так как каждая ячейка будет перезаписана заново поэтому вот этот пункт выбираем только в том случае если вы хотите удалить всю информацию на жестком диске или там по крайней мере ничего важного нету то есть третий пункт не выбираем четвертый пункт это тоже просто чтение информации только будет происходить чтение первого блока последнего потом второго предпоследнего и так далее поэтому мы выставляем просто read чтение нажимаем кнопочку от тест здесь мы видим что в тест менеджере появился наш тест на чтение если по нему дважды кликнем то запускается уже непосредственно тестирование нашего жесткого диска в этом окне мы можем увидеть построение графа в котором показывается зависимость скорости чтения от блока да то есть от начала поверхности это слева к концу поверхности жесткого диска и будет ли от этого меняться скорость иногда бывает этот график может быть такой кривой линии которая идет вниз то есть вначале жесткий диск читается быстро и чем дальше тем хуже то есть эта информация тоже может быть важно здесь мы вверху видим вот килобит секунду это скорость который считывается здесь лба это блок который проверяется если здесь перейдем вверху на вкладочку map то мы можем увидеть вот такую картину то есть нашу карту с нашими блоками которые тестируются то есть это и есть поверхность нашего жесткого диска как видите она разбита на такие условные ячейки где хранится наша информация и что делает эта программа она обращается каждому каждому такому блоку каждой ячейки и замеряет время через которое получит ответ от этой ячейки данные о времени вот здесь указываются в этой части программы то есть блоки которые ответили со скоростью быстрее чем 5 миллисекунд их вот уже видите 9 90 тысяч до чем-то те которые ответили дольше чем 10 миллисекунд их 323 и так далее то есть если у вас при диагностике все блоки вот такие белые или серые но может быть там зеленые до некоторые то значит вашим жестким диском все в порядке то есть программа очень быстро получает ответ от вашей поверхности жесткого диска если в процессе диагностики вас будут обнаружены большое количество синих большое количество это то есть ну 10 штук да и более большое количество красных и оранжевых много то такой жесткий диск нужно будет менять когда жесткий диск хорошем состоянии у него должны быть только белые серые может быть несколько зеленых здесь внизу мы видим прогресс нашего теста то сейчас прошло только 4 процента поэтому ждать достаточно долго для того что проверить всю поверхность вашего жесткого диска но уж немножко придется потерпеть мы конечно сейчас до конца проверять не будем давайте только вам еще здесь покажем здесь можно пролистывать вниз да и вот видеть конкретно наши сектора которые черные да и светло-серые то есть те сектора за сколько миллисекунд они вам отвечали то есть вот так можно пролистать и всю поверхность посмотреть как эти сектора расположены если ваши например синие до сектора которые не читаются они расположены одной кучкой на не разбросаны по всей поверхности жесткого диска да вот по всей вот этой вот находится где-то вместе то с помощью этой программы можно определить начальный сектор где начинаются эти биты сектора где находится последний сектор и отделив эту область жесткого диска можно ее не использовать тогда жестким диском можно будет еще какое-то время попользоваться но это такая временная мера на постоянной основе делать так не рекомендуем и также хотелось бы еще обратить внимание на такой момент что в тот момент когда вы тестируете свой жесткий диск очень очень желательно чтобы на нем не была запущена сама операционная система то есть желательно чтобы этот диск был подключен параллельно вторым или как-то еще то чтобы windows запускалась не с него иначе это может немножечко исказить результаты тестирования так как в идеале программа должна монопольно проверять этот жесткий диск а если вы в этот же момент запустили на нем windows или еще может быть даже пользуйтесь какими-то программами параллельно то естественно жесткий диск будет отвлекаться на эти программы соответственно данные о скорости доступа к ячейкам будут неправильно вот ведь в нашем случае уже показывает 14 оранжевых но это скорее всего потому что у нас еще запущена куча программ параллельно и жесткий диск не успевает обрабатывать и программы и сюда передавать данные программу по тестированию то есть так делать не совсем правильно ну если вы никаким другим способом подключить параллельно диск или вторым или как-то подгрузиться с загрузочной флешки чтобы проверить сам жесткий диск вы не можете то хотя бы во время тестирования жесткого диска тогда параллельно никакие программы не запускайте ничего не делайте там не лазьте по интернету не работайте с документами ничего такого пусть только программа по тестированию работает тогда результаты будут максимально похожи на настоящее мы не будем конечно дожидаться до конца нажмем здесь стоп как мы уже показали здесь можно посмотреть где эти наши биты сектора находятся мы видим у нас 14 секторов которые ответили по времени больше чем 500 миллисекунд то есть когда жесткий диск будет обращаться к секторам они отвечают достаточно долго и нам будет казаться что у нас компьютер подтормаживает или зависает да то есть понимаем теперь почему происходит и могут происходить зависания или торможения на компьютере протестировали свой жесткий диск и что с этим с этой информацией вам делать ну в принципе мы уже в ходе ролика вам все рассказывали давайте еще раз быстренько подытожим если в ходе диагностики у вас на жестком диске только белые серые и зеленые сектора с вашим жестким диском все в порядке по крайней мере с поверхностью но нужно обращать внимание только на поверхность но и на smart тест который мы тоже вам показывали но даже если у вас из поверхности со smart тестом все в порядке и программа диагностики не выдает проблем то все равно остается шанс что жестким диском могут быть проблемы то есть это не стопроцентная гарантия близко к ней но не стопроцентная ну и в то же время если у вас на жестком диске уже есть битые сектора синие или красные или очень много оранжевых то жесткий диск придется менять если компьютер еще хотя бы запускается работает то рекомендуем вам переписывать всю информацию куда-то на флешке на внешние жесткие диски так как любой момент все что у вас есть на компьютере вы можете потерять поэтому не тяните всегда делайте копии желательно не одну в принципе программа виктория который мы упоминали самом начале нашего видеоролика делает все то же самое функционал ее практически такой же внешний вид немножко отличается надеемся что этот видео урок вам поможет разобраться как протестировать свой жесткий диск вы сможете понять если у вас с ним проблемы и при необходимости вовремя скопировать свою информацию а также потом заменить свой жесткий диск если мы вам чем-то помогли то ставьте обязательно лайк подписывайтесь на наш канал делайте репосты как-то поддержите наш канал порадуйте немножечко смотрите наши другие видеоролики полезные по ремонту диагностики компьютера также по сборке компьютеров по гаджетам и еще много на какие темы ссылки на некоторые из них вы сейчас видите на своем экране в комментариях можем вам предложить писать те темы которые вам интересны которые для вас актуальны темы которые соберут максимальное количество лайков на них мы постараемся сделать отдельные видео но на этом будем заканчивать всем пока и до новых встреч